Вот наша яхта Ух, ёшкин кот Мужичок отдыхает Тут мужик сидел, пришлось согнать его Зато рубрика продолжается Стрижки в разных странах Ну я не знаю, зачем мы сюда пришли Это вообще вот тоже такая улица разврата Местная Ну давайте вот заценим один из магазинчиков с травой Называется Жирные почки Субтитры сделал DimaTorzok Йоу, ребятки Это Марина Я Саша Мы сейчас находимся в Бангкоке Это столица Таиланда Сейчас будем гулять по центру города Что не так противно тут все Прям можно доказаться везде Можно облокачиваться Ну чуть-чуть пыльненько, конечно Но так в целом, если Ну а мы так прогуляться Как вот вчерашняя тоже серия была Последняя Так вот немножечко какие-нибудь Может дела поделаем Так пройдемся Посмотрим, что тут почем Мы до конца доехали Вот наша яхта Привезла нас Ну и сейчас отсюда уже будем думать Будем шевелиться Ну пойдем в темпл Мужик говорит в темпл идти Пойдемте в темпл Ну мы так чисто вообще Вот он нам просто подсказал Он просто стоит такой что-то там Там говорит Будда Мы такие А все сюда пошли Мы такие Ну пойдем на Будду может посмотрим А потом остановились Разговорились Он говорит далеко Будда Идите в храм Мы такие Ну пойдем в храм Вот так вот мы себе Выбираем дорожку И достопримечательность Которую нужно посмотреть О, пожарку вот местную встретили Такие тут Камазы местные тоже Стея А нет Стеер Трак Тоже красные Ну так все тут выглядит это Естественно всякие вот тут Опять продают везде все Ну тут напитки какие-то Ну и еды тоже естественно много Вот сейчас прям Десять шагов И там вот еда уже О, прикольненько Не зря мы такие зашли Тут даже как Типа как на горе Вон какая-то прям Горочка небольшая И вон храм красивый Ну мы в прошлый приезд Просто конечно смотрелись на них И на этих Будд И золотых там И черных И всяких вообще Поэтому нас как бы особо не привлекает Ну просто мужик нам сказал Посмотрите Ну вот так вот тут все красиво Все так вообще оформили прям Подметает вон Частота такая прям Так, а сейчас мы Дрон запустим И посмотрим как это все Дело сверху выглядит Итак взлетаем И вот такая вот Получается территория Я с вами если что лечу Вот рукой могу вам показывать Дорога Ну это какие-то вот еще Жилые наверное тоже постройки А вот это главный храм Вот так сверху выглядит Какие-то вот записочки Люди тут пишут На золотых листьях Прям реально Жестяные что ли Какие-то интересные Прям такие вон Расписные Ну вот кто-то что-то пишет Кто-то ничего не пишет Иностранцы наверное Пишут Туристы Что-то по-английски в основном А местные наверное Просто верят Так вешают Не знаю Дань отдают Классно тут обделали Прям как туристическое Такое место Как конечно там Сувенирчики Палаточки всякие Что-то продают Пещера вот даже есть Типа того Но это вроде искусственно И смотрите какой вот тоже Будда Огроменный Не зря мы такие зашли Вроде бы Интересненько И маленькие вот тоже Есть такие тут Статуи они вообще Конечно любят Статуи прям куча Даже вот на входе На выходе встречают Тоже гостей Можно охладиться Немного Водичкой вот так Поливает тут все А ну ладно 50 бат получается За человека Так что мы Наверх получается Не пойдем Ну и там шорт Ну нельзя Нужно Нужно нельзя А я в шортах И в общем-то Ну и мы не хотели Особо подниматься На самом деле Хорошо что так все Вышло Ну здесь вот так вот По кругу Можем походить Тоже посмотреть Разные вот здания Еще какие-то Тоже тут есть Там что-то барабанит Вон Ну и так все конечно Красиво Ох смотрите сколько денег Вообще накидали Двадцатки Почему-то в основном Вон еще один Будда Перед ним еще один Ну я имею ввиду Еще один большой Такой более-менее На который вообще Стоит обращать внимание Потому что Так-то конечно Их тут вообще Куча целая Ну вот Какой-то Собственно золотой храм А мы идем дальше Такие вот кстати Интересные тоже Тук-туки тут местные И сейчас еще Потом еще одни покажу Тоже прикольные Вот эти прям Цвета у них классные Они как-то сочетают Вот эти вот Розовый Синий какой-то Такой Голубоватый Потом там Бирюзовый Вот такие любят Прямо они цвета И нам кстати Тоже нравятся Прямо такие Вот вообще Смотрите сколько Будут разных Ну это прям Магазин Похож на храм Тоже Потому что У них тоже их много Вот еще один магазин Прям На любой вкус и цвет Как говорится О, даже вот такой вот есть С монеточками туда Вот Кидать Копилка такая Ух Ух Ёшкин кот Какой-то прям Тоже Дворец Вроде как Не королевский Но выглядит вообще Сумасшествие какое-то Опять естественно Вон Билеты требуются Ну вот так Хотя бы Заглянуть Офигеть Смотрите Ну я говорю Да А внутри мы там Везде понабывались уже Так что Да и вообще Ну как бы Ну это уж прям Супер какое-то Большое И супер такое место Вроде Привлекательное Мы так издалека Даже увидели Ну а так вот Тем более за деньги Вряд ли мы будем ходить Ну кайф Кайф конечно Причем это вот Еще одно здание Потому что Вот мы уже прошли Ну да Тут куча этих храмов И еще То что мы вот Ночевали там в них В прошлый раз Сейчас уже конечно Да Нет такого супер желания Заходить еще И за билеты оплачивать Ну вот так вот Если только Чуть-чуть прям Блин так тут конечно Все миленько И уютненько Даже вот Пластиковые Казалось бы Такие столы Не очень приятные Но так выглядит Как будто Как будто Какие-то детские В детском саду Вот это все Стульчики маленькие И люди вот едят Сидят Как будто бы На детской площадке Там какой-то находишься Такое все Родноцветное Пушки Кстати второй раз Уже видим Продают такие вот Пистолеты Ружья Прям что-то у них Тоже что-ли Это легализовалось Тут все Вчера мы проходили Вон эти Тоже ручки Ой там кстати Нельзя было снимать Оказывается Ну да ладно Не знаю Да что-то Может быть разрешили Тоже продавать Птички вон Попугайчики Красивые Смотрите какие А еще у них здесь Леголайз тоже Произошел Что-то там Ну пару месяцев Получается назад И тоже вот Траву Легализовали Где-то продают Где-то курят Ну По-моему Прям полностью Вообще Теперь Вообще Прям легально Супер Мужичок отдыхает Что-то у него С рукой да Какие-то Какая-то тонкая Слишком рука у него Такой вот парк Небольшой еще Встретили по пути Вот хоть тут Бесплатно Ну и тоже так Все прям Миленько Красивенько Смотрите Ухоженно так Асфальт немножко Правда Поплавился Походу Ну вот Тут даже прям Попрохладнее Тут прям Хоть находиться Можно Давай посидим Вдохнем Чуть О Какая красивая лавочка Как раз нас ждет О Тут опять какая-то Вон европейская Архитектурка Вчера мы тоже Ходили гуляли Видели прям Прям кучу Прям целую улицу Вообще На Питер Прям было похоже И сейчас вот Тоже частично Ну от этих От колоний Наверное Английских осталось Ну да Прям как в Шимле Кстати похожее Что-то было Такое сочетание Классное Тут вот Европа Тут вот Азия И такое еще Прям все Разноцветное Тоже красивое Так Куда нам дальше Пойдем пока Через дорогу Ну и тут тоже Билеты Требуют Еще вот Палаточки тут Понаставили Ну ладно Мы особо не рвемся Конечно внутрь Но на самом деле Так себе В принципе Это же храмы К чему они тоже Деньги берут Хоть и символические Там Сколько Ну 200 рублей Обычно Но Все равно Как-то неприятно Вон тоже Смотрите Ну это музей По идее Какой-то Ну мы просто Вот чисто Архитектурку Заценить Много-много Прям таких вот Зданий А что интересно Вот кстати Алкоголь Продают С 11 до 2 А потом С 5 до 12 А сейчас вот Закрыто все Это вот 7-11 Такая ситуация Красивый Такой тоже Колоритный Рыночек Встретили Тут вот Цветочки Продают Тут опять Готовая еда Фруктики Ну так Это ничего такого Конечно Мы Может быть Не знаю Сегодня постараемся А может быть В следующей серии Зайдем на нормальный Такой большой уже Рынок Здесь вот Цветочки Прям красивые Так пахнет Так свежо Банановые листы Вот продают Какие-то Лотс Что ли Не знаю Такой прям Запах Вообще Суперский А мы вот еще Закупились Немножечко едой Такой вот Готовый рис Они там Погрели нам Ну напиточек Орешечки Вот с таким вот видом На большую теперь речку Мы прям на пирсе сидим Будем сейчас тут обедать Лодочки плавают Ну река конечно такая тоже Коричневая прям Как ганга Но тут Нет такого запаха противного Просто как бы Грязно Сейчас сезон дождей Такая наверное полноводная Еще более-менее Поэтому Такой цвет А здесь так красиво все тоже выглядит Табу тоже С английских времен что ли Такие колонны прям Лавочки такие классные Еще лучше себе место выбрали Тут мужик сидел Пришлось согнать его Чтобы нам Обедом насладиться Ну вот такой вот рис получается С каким-то кусочком мяса Вроде даже Свинины что ли Какая-то зелень Яйцо Ну давайте пробовать Как плов примерно С азиатским оттенком На мае Где-то рублей 70 такая порция стоит Ну за 70 рублей точно прям вообще Идеально А тебе как? Орешки Друговато для моих зубов Правда очень тугие Все, стареешь Смотрите как прикольно Продают мясо Кашлычки такие Это наверное Свиная кожа Скорее всего Саводика А вот это вот Вычешка такая Самодельная Даже нашли что-то Грузинских Типа Улочек Такие вот Заколочки Тут такие вот домишки Ну в местном стиле Естественно Ну тоже такой вот дворик Похож Графитулечки такие тут На входе прям Вот еще одна Тоже на Грузию похоже А здесь выходишь И прям вот такой вот Красивый храм Смешение такой стилей Конечно Везде прям чувствуется О, встретили парикмахерскую Ну-ка пойдем узнаем сейчас Что там по ценам Саводика 150 бат 150 бат 300 рублей Ну что, обстрелимся? Это твое дело Не нужно Мы нужно ждать Мы нужно ждать Погоди После Пойдем сейчас Будешь платить? Ну да 300 рублей? Ну а что делать? За 50 он не стал Подстригаться в Индии За 300 будет подстригаться Зато рубрика продолжается Стрижки В разных странах Теперь в Таиланде В Бангкоке Второй стиль чтобы И чтобы Прикольно Типа Ну и мой стиль чтобы О, ван ван, Сань Правильно? О, ван Вот здесь вот Один или два Короче, объясняем Женщине, как Саша Подстригать Вот тут вот Туан, она говорит Да? Да Окей, окей А тут? А тут 3, а там 12-15 нужно Это уже третья стрижка В нашем путешествии Первый раз мы стриглись В Египте Потом мы стриглись Саше в Индии Теперь настало время Побриться В Таиланде В этот раз Нас стрижет женщина Очень непривычно Посмотрим на ее Профессионализм За что она там 150 бат возьмет Так всегда интересно Когда тебя не понимают Они вообще по-английски Не разговаривают Саше помазали Какой-то пудрой Наверное Чтобы Был не так влажный На шее На лице Ну вот из-за того Что женщина маленькая Ростом Немного наверное Ей неудобно Саше стричь Просто посмотрите Она ниже него получается Она должна макушку видеть А она ее не видит Ну в общем Сейчас посмотрим Что получится Смотрите как Она его подстригла Челка хотела оставить ему Но мы сказали Все сбривай Это местный стиль походу Тут она прям коротко Ему подстригла А челку хотела оставить Причем произвольно Так ей понравилось больше А я как всегда просто стою Жду Сашу Объясняю Как его стричь Он сидит Ничего вообще Не говорит ни с кем А мне вот Объясняйся с ней Как он хочет подстричься Вот И так каждый раз Субтитры сделал DimaTorzok Так, Саша у нас обновили Вот такой вот красавец идет А еще вот такая вот Барбершоп находится вот здесь Там же идея рекламы пиццы Саню круто обновили Че, симки есть? Прям гопник настоящий Ну как и хотел Я найду Субтитры сделал DimaTorzok 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 И тут какой-то тухляк прям. Еще и дождик капает, так все это неприятно. Но я не знаю вообще, зачем мы сюда пришли. Это вообще вот тоже такая улица разврата местная. Но сейчас вот тут особо ничего не происходит. Блин, еще и скользко. Даже рынок и то вот, ну сейчас вот дождь этот прям сильный такой прошел, и все позакрывалось. Вот они начинают немножечко открываться хотя бы. То есть днем тут вот рыночек такой, а вечером тут тусовка. Вот, кстати, что хотелось бы тоже сказать как раз таки. Мы не хотим прям специально там вот, то есть сюда вечером как бы приходить. А мы не хотим, мы просто вот по пути идем и по пути снимаем. Что-то специальное у нас как бы желаний нет, а для контента неохота все это делать, в общем-то. Ну и вот увидели такой вот тухленький каусан получается. Ну и на самом деле еще одна проблемка нам. Надо как-то еще до дома потом добираться целый час. Мы вчера лодку свою пропустили, а вот на этих автобусах вообще, конечно, не очень так удобно все это. Ну, хорошо добрались, но вот сегодня хотим попробовать на лодку как-нибудь успеть. Ну а вечером все вот эти заведения наполнятся голыми телами. Тетками, голыми. Голыми тетками. Пока все одеты вокруг ходят. Хотя не, хотя я уже не уверена. По-моему, голые дядьки тут раздеваются и предлагают. Себя. Ну да, не без этого. Зашли вот еще на рынок электроники. Забыл как-то это, мол вот этот вот называется. Ну половина что-то пустое. Никого вот прям, многие площади пустуют. Прям половина точно, если не больше. Ну-ка, что в принципе есть. А мы вот такую вот фигнюшечку для камеры купили. А то у нас вообще полностью сломалось. Крепеж. Да, крепежка. Вот. Ну, не знаю. Причем можно, конечно, тут еще приобрести, но как-то выглядит прям по-другому. Смотрите, вон прям этажами даже пустуют. Либо вот прям полуэтажами тоже пустуют. Ну и вот внизу тоже как-то выглядит так все пустовато. Частично там что-то есть, но вот как-то вот так теперь это все выглядит. Мы здесь пять лет назад были. По-моему, жесткий диск, насколько я помню, купали. Ну, по-моему, по-другому здесь, конечно, все выглядело. Ну и так. Как обновить знания свои, вам показать и вот по делам все сделали, в общем-то. Несколько зайцев убили одним местом. Блин, мы хотели рынок еще подснять там с фруктами. И хотели как раз что-нибудь там купить себе еще на вечер. Но что-то как-то и цены, во-первых, блин, не очень дешевые. Но и так что-то тухловатенько. Особенно после Индии вообще, мне кажется, дороже намного. Хотя казалось бы, тут все растет. И как бы, блин, дорого. Фрукты-то. Ладно, там мы чуть не знаю, там не весь что покупали, а фрукты-то уж. Ну ладно, мы, может, завтра еще сгоняем на этот рынок. Нам еще один день точно мы здесь будем. Завтра еще точно где-то гулять придется. Поэтому, ну, не знаю. Мы еще точный план тоже не установили, поэтому. Просто у нас есть один день, и нам придется его гулять. А уж куда нас приведет судьба, это уже посмотрим. Ну, давайте вот заценим один из магазинчиков с травой. Называется Жирные почки. Я не знаю, как другие, но этот вот где-то вообще в подвороте находится. Я думаю, что нельзя, наверное, на главных улицах его располагать. Ну, такие вот тут наклеечки красивые. Ну, и такой какой-то маленький прям магазинчик. Я знаю, как русские щепетильно относятся к этой теме. И считают, что побухать это лучше. Но на самом деле конечно в России нельзя курить. В России это нелегально, поэтому даже не пытайтесь. Лучше вот приезжайте, допустим, в Таиланд и заходите в легальные магазины. Вот, работает что-то там со вторника по воскресенье с 12 до 9. Конедельник, выходной. А, ну прям что-то вообще маленький. Маленький магазинчик. Кстати, всякие бумажечки можно купить, всякие приблуды. Что-то еще тут какие-то, вот. Даже не знаю, что это такое. Вот, ну мы еще, кстати, на улице даже видели. А так вот этих, наверное, на улице нелегально, а вот этот вот, наверное, легальный уже магазин. О, у них даже есть вон этот шмот свой. Ну, вообще очень маленький прям магазинчик. Ну, вот самое главное, в общем-то, вот травой тут промышляют они, получается. Не знаю, сейчас попробую что-нибудь спросить, там информацию какую-нибудь. Вот, вот. Вот. Так вот, это? Спасибо. А, excuse me, а, can you tell me just about situation, about wheat in Thailand right now? Full legalized. You can smoke, you can grow, you can... Uh, yeah, you can smoke in the street, but smoking on the street is decriminalized, not legalized. Каптайлэй. 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 It's, it's decriminalized, not legalized. Uh-huh. Difference. Yeah, I can legally sell, but to smoke, uh, you just need to do it somewhere quiet or like on my rooftop, yeah, you know, like, uh, uh, you can't smoke in, in, like, crowded places, you know? Public. No, crowded places. Public on the street is fine, yeah, but as long as it's quiet, you know? And what about growing? Yeah, you can grow, yeah. Everyone can grow, yeah. Uh, not foreigners. Not foreigners. Ah, not foreigners. Yeah. But, uh, yeah, pretty much anybody can grow. You can, uh, right now there's no plant limit. You can grow like a thousand plants if you want. Uh, but, uh, maybe in October, it will start plant limit of 15. Yeah, if you're just a personal user. Yeah, if you're commercial, then of course you can grow as much as you want. But for commercial, you need some license. License, yeah. License. Even for personal, you need, but, uh, it's very easy to get that license. But for commercial, it's more difficult, yeah. You mean some medical? For personal, you mean some... Personal, there's one license, and then medical, there's another, there's another license. Yeah, you don't need a card at all. It's just a license you get from the government. Yeah. Давайте посмотрим, да, меню. Thank you for information. Sure. Так. 550 грамм, 550 грамм, 450 грамм, 450 грамм, 250 вон что-то есть за грамм. Ну, вот такие вот, получается. Вот 500 рублей где-то, и уже выше там, в зависимости от силы, наверное. Ну, и в зависимости от типа, получается. Ну, такой вот магазинчик, что-то, может быть, говорит, изменится там, к октябрю еще, какие-то, может, там, подужесточат немножечко. Ну, а так, вот у него там есть тоже комнатка наверху где-то, где можно там посидеть, покурить тоже. Ну, и вот такая ситуация, в общем-то, у них. Ну, вот такая вот серия у нас получилась. Пишите там в комментариях, как вам. Формат такой, когда мы просто гуляем, там, случайно, какие-то места показываем. Ну, и подписывайтесь на канал, лайки ставьте там, комментарии пишите. Всего доброго! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok